МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это эксклюзивные кадры. Октябрь 2007 года. Тверская область, село Максатиха. Раннее утро. СОБР Тверского УВД окружает дом, в котором живет Юрий Цветков. По оперативным данным, это активный участник одной из тверских группировок по кличке Цепок. Дом проникли быстро и тихо. Ну, все, мы начали уже проник. Юрий Цветков дома, он только что проснулся. Даже умыться не успел. Все понятно, да, у вас? По крайней мере, из того, что здесь у нас есть. Давайте тогда у нас расслабиться. Оперативники начинают обыск. Я вам сейчас предлагаю выдать и право, чтобы вы спешите наружу, где-то упасы. Ну, конечно, чешный, он будет необычно. Оружия в доме хватает, но почти на весь арсенал есть официальные документы. Оружие официально. А еще стоит в плаварь, вдруг на охоту приезжал, в 12-й период посадил. Дыщики продолжают обыскивать дом подозреваемого. И как вскоре выяснится, не зря. Михаил Круг был убит в ночь на 1 июля 2002 года. Это реконструкция убийства, снятая другом Михаила Круга, режиссером Иваном Бандитовым. Актеров всего трое. Они играют самого Михаила Круга и Бандитов. Все остальные – непосредственные участники событий. Жена Михаила согласилась участвовать в съемках. Все говорят, это документальник, который все настолько реально играл, настолько реально. Она кричала, вот это все, выкидывалась. Двое в черных масках проникли в дом, незаметно поднялись на третий этаж и спрятались вот здесь. Эти дверцы были открыты. Вот эти вот дверцы открыты. Возможно, они там сидели, и потом отсюда вылезли и напали на Антонину. По-видимому, план грабителей был таков. Взять в заложники родных певца и потребовать деньги, которые хранились в доме. Но во время борьбы Антонина, теща Михаила, сорвала маску с одного из них. Жена Круга, Ирина, увидела лицо нападавшего. Я зашла, увидела, у них шок там, потому что все пошло не по плану. Ирина бросилась к мужу за помощью. На диване, где мама располагалась спать, над ней склонились два человека. Она дверь эту захлопывает и бегом по лестнице обратно. А Миша был в спальне. Она бежит, Миша, маму убивают. На крики жены из комнаты выбежал Михаил Круг. И они побежали, Ира побежала вниз, и они... Миша за ней. И сверху начали стрелять. Михаил Круг успел вытолкнуть жену из-под обстрела и принял удар на себя. В него попали две пули. Ирина выбежала во двор. Просто к нам постучала Ира. Стучала, помогите, помогите. Мы с мужем выскочили. А вот она сказала, там убили у меня всех. Окаженная раненого шансонье звонила в милицию. Убийцы скрылись, не оставив улик. Король шансона еще был жив. Ждать скорую или 45, не дождаться, положить его в машину, повезти в больницу, чтобы в больнице потом еще 40 минут искать хирурга. Это нонсенс. Певец скончался на операционном столе. Мама Михаила Круга говорит, что он чувствовал скорую беду. Он знал. Он ждал. У него было предчувствие. Он всегда говорил, мам, только ты живи дольше. У последнюю ночь Зоя Петровна помнит по минутам. Без 15-12, как раз, когда вот это все дело там в доме совершалось, я внезапно проснулась. Я проклинаю тех людей, кто на него руку поднял. Через три месяца в Твери неизвестные расстреляли криминального авторитета Ибрагима Азизова по кличке Аркаша. На нас повесили клеймо. Как бы вот это... С ней очень эмусировалось, что мой муж убийца Круга. Для меня, вот понимаете, мне даже вот на тот момент было неважно, как бы, кто убил моего мужа, потому что мне его все равно не вернут. И я не разгребу вот это вот. Длинный, нет, на самом деле, говно. По городу пошли слухи, что это была месть друзей Круга, Тверского авторитета по кличке Лом, что именно Азизовская банда расправилась со знаменитым Шансенье. Это был камень в огород Лома в первую очередь, потому что на всех сходняках Лома спрашивали, ты здесь мир это принял? Кто убил Круга? Ты чего у тебя? Но эта народная версия на тот момент не нашла подтверждения. Тайна гибели Михаила Круга оставалась тайной долгих пять лет. Ходили слухи, что незадолго до гибели Михаил Круг получил 300 тысяч долларов наличными. Гонорар за последний диск. Последний номерной альбом закончил он за три дня до гибели, вот здесь, в этой же студии. Рабеж. Самая вероятная версия нападения. Но деньги из дома певца бандиты так и не забрали. Более того, по некоторым данным, 300 тысяч долларов не было вовсе. 300 тысяч, они были пущены слухом, тем же самым Кругом, для того, чтобы понять цену альбома. Михаил Круг был далеко не бедным человеком. Его всегда окружали красивые женщины. Марина Степанова – первая его любовь. Балерина в прошлом, сейчас торгует цветами. Именно ей он посвятил свое первое стихотворение. Они начали встречаться еще в школе, когда им было по 15 лет. Дело сошли к свадьбе, мы его забрали в армию, и я не дождалась. Потом была модельер Светлана Данильчук. Миша очень хотел ребенка, очень меня торопил. Наверное, он боялся не успеть, не успеть его воспитать. У Михаила и Светланы родился сын Дмитрий. Я верила в нашу любовь и жила в каком-то безоблачном сне. Да все делают именно Круги, даже я. Это Светлана Тернова, певица-шансунье. Михаил Круг был ее продюсером последние три года своей жизни. Знакомые судачили об их романе. Интимная связь? Нет, у нас никогда не было. За год до смерти Михаила они поссорились. Будто я на Михаила взялась какими-то словами, вообще не свойственной для моего лексикона, потому что жирной жабой я вообще не обзывалась. Если я обзывалась, то козлом, могу сказать, козел или какое-то другое слово. Но жирная жаба, это не мой стиль. Дова Михаила Ирина Круг, эстрадная певица. Вообще вот это вот, вообще его микрофон, в котором он всегда работал, мне передалось. При жизни Михаил не разрешал супруге петь. Считал, что таланта ей не хватает. Но через два года после его смерти состоялся ее первый концерт. Все эти шесть лет Ирина Круг была главным свидетелем. Она видела лицо преступника, с которого случайно сорвалась маска. Жила под охраной оперативников. Несколько дней назад ей предложили опознать этого человека. Настал тот момент, что все это наконец-таки, что это все раскроется. После гибели Михаила прошло почти шесть лет. Ирина вышла замуж второй раз. Но по-прежнему плачет, когда вспоминает Михаил. Он умер. Столько лет прошло, все равно вот вспоминаешь. Права на творческое наследие Михаила Круга ей не достались. Только на несколько песен, написанных от женского лица. Именно эти песни она сейчас исполняет на эстраде. Это боль от тебя. Неугодно судьбе. Что с рассветом меня. Октябрь прошлого года. Обыск. По оперативным данным, Юрий Цветков по кличке Цепоп, смотрящий по Максотихинскому району Тверской области. По данным сыщиков, входил в группировку знаменитого авторитета Александра Костенко по кличке Лом. Контролировал лесной бизнес. Сам Цветков считает эту версию домыслами оперативников. Он честный, законопослушный гражданин. Ну что, ошибка. Вообще ни к чему не несчастье. 2002 год. Год убийства Михаила Круга. По версии сыщиков, к убийству короля Шансона имеют отношения члены группировки Лома. На счету банды. 14 убийств. Пока это предварительные данные, которые еще требуют подтверждения. Фотоальбоми. У Юрия Цветкова находят множество фотографий представителей этой ОПГ. На них смотрели? Да, там. Смотрели. Это некто Волк. А этот человек носит кличку Череп. Он погиб перестрелкой. Убийцы не найдены до сих пор. Лидер группировки Александр Костенко, он жилом, тоже погиб от пулей. Его расстреляли в 2006 году. Светков продолжает отрицать свою причастность к каким-либо преступлениям. И в этот момент обыск приносит результаты. Расплата все равно наступит. Обязательно. Я в этом уверена. Ольга Медведева уверена, убийцы ее брата накажут. Но вовсе не обязательно по уголовному кодексу. Все равно, я думаю, их и в зоне найдут. И в зоне есть почитатели, поклонники. Центр Твери. Бульвар Радищева. Здесь стоит памятник королю русского шансона. Месяц назад над ним надругались вандалы. Тащили вот эту гитару. Ее отломали отсюда. И, в общем-то, бросили. Это бизнесмен Леонид Телешев. Именно благодаря ему Круг стал музыкантом. Леонид дал ему деньги на первый альбом. Они познакомились в 92-м. Тогда еще никому неизвестный Миша Воробьев, так в действительности звали Круга, работал водителем. После похорон мне еще так снилось, что Мишка живой, что он приходит ко мне. Это Александр Левшин, заслуженный артист России, певец и композитор. Он хорошо знал Михаила Круга. Для меня факт его гибели, героически, кстати, гибели, потому что в доме это была на самом деле защита своей семьи. Он герой. Это место называется Двор Пролетарки. Старый район старинного русского города Тверь. Здесь живут люди, которые помнят не Мишаила Круга, а Мишку Воробьев. Здесь мы играли в пробки. Гнешь от бутылок пробки, от пива, от лимонада и перевернется Орел, Решка. Михаил никогда не имел отношения к криминальному миру. В юности работал шофером. Сменить водительскую баранку на гитару решил после успеха на фестивале авторской песни. В начале музыкальной карьеры у него были серьезные проблемы с алкогольным. Излияния были огромные. Просто я падал в дешевые гостиницы. Водочку льем, водочку пьем, водочкой только живем. Музыкант Владислав Савосин и группа Попутчик были вместе с Михаилом Кругом с самого начала его творческого пути. И входит тихо в дом одна душа беспечная, к другой душе родной, придя издалека. Пойти в дом Михаилу Кругу мог каждый. Музыкант, который никогда не сидел, был любим криминальными авторитетами и чувствовал себя спокойно под их крылом. Владимирский централ Ветер северный Этапом из Твери Но немерено Лежит на сердце Тяжкий груз Его песнях, как на воровских татуировках, колючая проволока соседствует с куполами. Этот храм в родной Твери Михаил Круг восстановил на свои деньги. Он был божий человек. Он жил с этой жилкой, настоящей русской, такой корневой. Последним хитом Михаила Круга стала песня «Приходите в мой дом». Игорь Слуцкий вспоминает. Последний раз они виделись на юбилее Михаила Круга. 40 лет Миши было. Обычно 40 лет не отмечают, но так вот он отметил. Последние месяцы жизни Михаила Круга были полны мистических преднаменований. Единственным сигналом вот в этой ситуации перед смертью Миши это была птица, которая залетела к нам домой. И я действительно очень испугалась, потому что перед смертью отца у меня тоже птица залетала. Эту мелодию друг Михаила Круга, певец и композитор Анатолий Днепров, написал сразу после того, как узнал о гибели музыканта. Под нее Михаила провожали в последний путь. Как будто его душа парит. Птицы поют. Таксист Андрей Надыбаев. Двойник Михаила Круга. С сыном ехали с дачи поздно вечером. Останавливали гаишник. Посмотрел он на меня. Я на него посмотрел. Он же давно умер. Андрей мечтает выступать на сцене, как выступал знаменитый шансонье. Он добивается встречи с певцом Сергеем Мазаевым в надежде, что известный эстрадный исполнитель поможет ему устроиться в шоу-бизнесе. Но удивительное портретное сходство на этот раз не производит нужного эффекта. Ну, чисто, как вам сказать, стилистическое сходство. Но у Михаила другой взгляд был. Он был немножко такой более жесткий, более такой брутальный, скажем. Время обыска в доме у авторитета по кличке Цепок, в бане, стоящей во дворе, оперативники находят пистолет. Вот, вы же знаете, что здесь не ваша, да? Конечно. Откуда пистолет? И почему он спрятан в бане? Хозяин говорит, что ничего не знает. Сейчас по каждому ничего на конкурсу вас не допрашивают. Ничего на конкурс, да? У тебя сиди, что-нибудь произошло. Какой х**ш? Витков уже полгода находится в следственном изоляторе. За это время была арестована почти вся группировка Лома. На минувшей неделе сыщики объявили – убийство Михаила Круга раскрыто! Я сама этого очень жду и ждала 6 лет. Несколько месяцев назад на НТВ позвонил неизвестный человек, назвался Александром, и сказал, что знает, кто убил Михаила Круга. Рассказал, что работает строитель, и что в этом самом доме случайно подслушал разговор двух своих коллег. Вот здесь вот, в этой комнате, и вот в этой комнате. Один из рабочих по имени Сергей в деталях описывал приятелю, как устроен дом Михаила Круга и говорил, что тогда в Твери они хотели взять большой куш. Оперативники задержали этого человека. Жена Михаила была на опознании и подтвердила, что задержанный очень похож на убийцу. Я не буду говорить, вы что, с нас шли? Ну, все, странно, вы говорите, чтобы меня завтра хлопнули. Все. Правоохранительные органы хранили и пока продолжают хранить молчание. На сегодняшний день официально заявить о раскрытии этого преступления, то есть убийства Михаила Круга, крайне преждевременно. Тем не менее, из неофициальных источников стало известно, человек, который стрелял в Круга, находится в следственном изоляторе. Это тот самый человек, с которого во время нападения сорвала маску теща Михаила, которого видела его жена и которого она мечтает забыть.